Новые синие автобусы с символикой «Транспорт Верхневолжья» готовятся выйти в свой первый рейс. Сейчас уже большая часть партии поступила в Тверь. Ее успел осмотреть и губернатор области Игорь Руденя. Вместе с ним инфраструктуру Верхневолжского АТП осмотрела и Наталья Чекет. Весь подвижной состав, который выйдет на дороге областной столицы и Калининского района в начале февраля, соответствует всем стандартам по комфорту, безопасности и экологичности. На первом этапе это 115 машин большой и средней вместимости. Это экологически чистые, комфортные и приятные автобусы на настоящее время. Самое главное для нас – это обеспечение комфорта для пассажира и для водителя. Прежде чем выйти в рейс, водители должны будут пройти медицинский осмотр и получить путевой лист. Для персонала готовятся к запуску столовая. Теперь шоферы будут работать на маршруте в форменной одежде. А новые автобусы позволяют комфортно передвигаться не только пассажирам, но и работать водителем. Автобус классный. Ездить приятно и удобно. А вот как рабочее место, но в принципе комфортно? Комфортно. Все есть. Сиденье хорошее на воздушной подушке. Чисто, комфортабельно. Новое. Игорь Руденя осмотрел не только прибывший в Тверь транспорт, но проинспектировал создание объектов, необходимых для обслуживания и отдыха водителей. Губернатор посетил автомойку, цех, где будут проходить техобслуживание автобусы и другие помещения. Все находится в высочайшей степени готовности. Сегодня ожидания наших граждан – это изменения в городской среде, это изменения в автотранспортном, сообщения в городском, в пассажирском транспорте. Конечно, это уже совершенно другой уровень. Новые автобусы полностью приспособлены для проезда маломобильных граждан, оснащены аппарелями и креплениями для инвалидных кресел. Имеется все современное навигационное оборудование, система климат-контроля и устройство бесконтактной оплаты проезда. Напомним, что общественный транспорт будет курсировать по новому расписанию с 5 утра до полуночи. Интервалы движения автобусов составят в среднем 4 минуты. Контроль за графиком движений и качеством перевозок будет вести организатор перевозок Тверской области. Продолжение следует...